пользователи и так вкладка пользователи и зачем нужна эта вкладка когда мы с вами установили wordpress у нас автоматически создалась учетная запись для нас как администратора сайта здесь переходя вот пользователи мы можем видеть мой логин мой email и роль администратор то есть у меня есть все права на этом сайте видеть все опции то есть я владелец здесь также это у нас получается список я здесь один для многих например нужно сделать регистрацию на сайте тогда пользователи будут все здесь находиться также вы можете сами добавить нового пользователя например вашего помощника но с более меньшими правами то есть не администратор а например редактор это тот человек который вам например ваш наемный сотрудник который публикует статьи на ваш блок wordpress здесь тоже это все предусмотрено мы можем добавить такого пользователя с меньшими правами то есть он будет видеть не все настройки wordpress не все вкладки а только те что ему необходимо например добавить запись то есть он будет добавлять запись ввести какие-то ветки вашего блога или возможно весь ваш блок будет вести также может быть несколько авторов без ограничений или могут быть просто зарегистрированные пользователи если мы здесь на сайт вынесем форму авторизации регистрации на сайте такой виджет есть это тоже можно все организовать и здесь уже догадали все по аналогии также все можно удалять пользователи если они не нужны и давайте посмотрим профиль то есть мы можем перейти по моему логину внутрь моего профиля или перейти отсюда профиль посмотреть это мой профиль какие здесь есть настройки отключить визуальный редактор но нам это не нужно то есть редактор нам нужен внешний вид вот видите у нас все темное да вы можете просто заменить ведь им просто дизайн админской части именно админской если вам это как бы нравится другой цвет далее там выбрать язык пускай будет сразу русский назначен здесь также можно поменять имя точнее добавить имя фамилия ник отображать как федор то есть если мы добавим ник имя пользователя федор ник например будет дыма сразу здесь появляется отображать как дыма имеется ввиду отображение на сайте email email сайта биографию можно добавить эта биография может отображаться если вы тоже ведете блок под вашей статьей скажем если мы перешли в какую-то статью развернутый вариант то перед комментариями здесь может находиться блок информация об авторе внесли соответствующие изменения внизу кнопка нажали обновить профиль теперь добавляем новые пользователи да то есть админской части если вы хотите добавить пользователя с ограниченным возможностями в админке сайта до чтобы он нигде особо не лазил а только выполнял свою работу заполняем все данные то есть имя пользователя логин его email вашего человека имя фамилии там пароль ему придумывайте и самая главная роль подписчик это просто зарегистрированные пользователи на сайте если вы такое используете если вы дадите ему ссылку в админку и он авторизуется в админке тогда ему нужно дать либо редактор либо автор то есть редактор с ограниченными возможностями как я уже говорил он будет только публиковать в блок статьи то есть выбираем редактор добавить нового пользователя таким образом я добавил тест сразу поясню вы видите вы здесь аватарку и здесь именно мою фотографию как это происходит дело в том что это все идет от емейла данный email который я использовал при регистрации тестового пользователя якобы тестово привязан у меня через такой сервис гаватар граватар кроватар точка ком можете перейти на этот сайт там можно к имейлу подвязать любую аватарку и потом где бы в этот email не использовали особенно wordpress аватарка будет сама здесь подтягиваться то есть и к этому имейлу у меня подвязана аватарка и к этому тоже то есть здесь я использую оба своих электронных ящика здесь роль видно редактор то что я назначил для тестового пользователя и покажу вам еще один момент по поводу если мы сейчас авторизуемся под логином и паролем тестового пользователя с ролью редактор то есть обратите внимание вы как администратор видите все вкладки здесь и настройки и шаблоны смотрите если я нажму выход вот эту ссылку в логин то есть ваш сайт в логин вы передаете своему подчиненному редактору и здесь он вводит свои данные тот логин и пароль который вы для него придумали он входит и вы сами видите здесь уже уменьшились вот эти наши вкладки он ничего лишнего не видит ничего лишнего на сайте сделать не сможет то есть запись он добавит рубрику может добавить медиафайлы страницы комментарии видеть свой профиль менять что-то в своем профиль инструменты если захожу ничего нет и других опций важных которые могут повлиять на весь сайт движок вашего сайта в целом нету нет таких возможностей по поводу какие здесь есть права нужно просто смотреть там у нас есть еще помимо редактора есть еще автор надо смотреть у кого у кого прав меньше больше то есть зависимости от этого вы назначаете роль тому или другому пользователю то есть вы просто зайдете как администратор зайдете в пользователи зайдете в тестового пользователя попробуйте поиграться здесь с ролями поставить автор или участник и посмотрим где прав меньше то есть если здесь все таки вы хотите чтобы права были еще более меньше чтобы она пример видел только запись я сейчас уже не помнит надо смотреть думаю это все что хотел сказать о пользователях в этом видео увидимся с вами следующих видео